Принятие бюджета это искусство искать компромиссы. Эта мудрость в последнюю неделю активно бытует среди депутатов законодательного собрания. Месяц назад главный финансовый документ региона был принят в первом чтении. Теперь бюджет 2014 готовят ко второму. Обсуждают в профильных комитетах, вносят поправки. А их немало. Главное понять, что если добавить больше на одну сферу, пострадает другая. И администрации края, и законодательному собранию приходится искать необходимые направления, те компромиссы, которые бы, если бы не устроили бы всех, то по крайней мере дали бы возможность всем более или менее нормально развиваться и жить. И губернатор неоднократно подчеркивал, что бюджет следующего года это бюджет социально ориентированный. Поэтому социальные статьи для нас являются такой своеобразной священной коровой, которую мы не можем урезать. Социальные статьи не только не режут, но наоборот пополняют. Так, на комитете по бюджету депутаты решили принять поправку о необходимости в следующем году в небольших селениях провести капремонт больниц и домов культуры. Очень важные поправки. Это для учреждений культуры более 30 миллионов мы поправку сделали, чтобы можно было сделано проектно-сметную документацию для именно муниципальных учреждений культуры. Для здравоохранения то же самое, около 47 миллионов рублей. И по различным направлениям их очень много. Яркий пример – поселок Смоленинова. На небольшой населенный пункт приходится один так называемый дом спорта. Он долгие годы нуждался в реконструкции. При формировании большого бюджета про маленький поселок не забыли. Выделено 40 миллионов рублей. В этом году, я думаю, к этому добавятся еще деньги спонсоров, деньги муниципального образования. И, наконец-то, в районе появится первое такое сооружение общерайонного масштаба для спорта. Прежде чем главный финансовый документ края будет принят, ему еще предстоит пройти второе и третье чтения. Они запланированы на 16 и 19 декабря. Но депутаты уже подчеркивают – за все годы в Приморье еще никогда столько не тратили именно на социальную сферу. Елизавета Шегвалеева, Александр Бугаков. Панорама.